Севастопольское информационное бюро Первые новости города В студии Алексей Подолян Здравствуйте С требованием немедленно вернуть войска В места постоянной дислокации Обратился к российской стороне Арсений Яценюк Он считает, что это бы разрядило Напряженную обстановку в обществе По его мнению, не существует Объективных причин для ввода Войск России на территорию Крыма Такое заявление он сделал 1 марта по итогам заседания СНБО Напомним Совет Национальной Безопасности и Обороны Был созван на экстренное совещание После решения России Вести войска на территорию Украины Для обеспечения безопасности Граждан Российской Федерации Соотечественников и личного состава Воинского контингента Вооруженных Сил России Военная интервенция в Украине является неприемлемой Является нарушением всех международных договоров и правил А также обязательств В первую очередь России Мы, Украина, готовы оборонять свой суверенитет Мы уверены, что Россия не прибегнет к военной интервенции На территории Украины Потому что такая интервенция будет началом войны И концом всех отношений между Украиной и Россией Яценюк пообещал решить все проблемы, назревшие в стране С помощью внутреннего политического диалога Кроме того, на этом же брифинге Назначенный министром обороны Игорь Тенюх заявил Что беспокоен сложившейся обстановкой Но возлакает большие надежды на переговоры Например, по его словам Переговоры командующего военно-морскими силами С представителем Российской Федерации Уже дали некоторый положительный результат Тем не менее, Тенюх подчеркнул Что вооруженные силы Украины готовы к обороне В данный период времени вооруженные силы Украины Приводятся в положение повышенной готовности Моральный дух офицерского, рядового и сержантского состава высокий На Украине 2 марта объявлена всеобщая мобилизация населения Заявил в эфире Первого национального канала Секретарь СНБО Андрей Парубий 1 марта Александр Турчинов приказал привести в полную боевую готовность Вооруженные силы Украины Сейчас в Киеве началось закрытое заседание Парламента Украины В сессионном зале зарегистрировалось 260 народных депутатов По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Соединенных Штатов Америки Бараком Обамой Обсуждались различные аспекты экстраординарной ситуации на Украине В ответ на проявленную Обамой озабоченность планами За возможного использования российских вооруженных сил на территории Украины Владимир Путин привлек внимание к провокационным, преступным действиям Ультра-националистических элементов По сути, поощряемых нынешними властями в Киеве Президент России акцентировал наличие реальных угроз жизни и здоровью граждан России И многочисленных соотечественников, находящихся на украинской территории Владимир Путин подчеркнул, что в случае дальнейшего распространения насилия На восточные регионы Украины и Крым Россия оставляет за собой право защитить свои интересы И проживающее там русскоязычное население Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с генеральным секретарем ООН Пан Гимуном В ходе которого обсуждалась кризисная ситуация на Украине Владимир Путин отметил, что в случае эскалации насильственных действий В отношении русскоязычного населения, проживающего в восточных регионах Украины и в Крыму Россия не сможет остаться в стороне и будет применять необходимые меры в рамках международного права Обе стороны подчеркнули необходимость предотвращения дальнейшего разрастания кризиса на Украине Три бывших президента Украины призвали власти в Киеве разорвать Харьковские соглашения О базировании Черноморского флота России в Крыму Напомним, эти документы были подписаны руководителям Украины и России в 2010 году В соответствии с соглашениями базирования Черноморского флота в Севастополе было продолжено на 25 лет до 2042 года с возможным продлением этого срока В обмен Россия предоставила Украине скидку на газ В совместном заявлении Леонида Кравчука, Леонида Кучмы и Виктора Ющенко распространенном в субботу вечером говорится что впервые в новейшей истории украинский народ столкнулся с кризисом который угрожает единству, суверенитету и государственности страны и который может обернуться национальной катастрофой грозит разрушением Украины Бывшие украинские президенты полагают что народы Украины и России искусственно подталкиваются к братоубийственной войне Кучма, Кравчук и Ющенко высказали мнение что Россия, воспользовавшись внутриполитическими трудностями на Украине решила разыграть так называемую крымскую карту в своих интересах пренебрегая обязательствами перед Украиной При этом к утру, в воскресенье, пресс-служба Леонида Кучмы опровергла заявление от его имени Вот что сказано в сообщении В это сложное время многие политики высказываются по поводу ситуации в Украине Распространяется в СМИ и заявления от имени Леонида Даниловича Кучмы В связи с этим обращаем внимание Второй президент сам высказывается по актуальным текущим темам Либо его точку зрения распространяет пресс-служба Либо сайт президентского фонда Украина В это, как никогда сложное время, от всех, включая СМИ Требуется политическая сдержанность и достоверность в освещении событий и фактов Недопустимость нагнетания напряженности Конец цитаты Два других экс-лидера страны никаких заявлений не делают Вице-премьер России Дмитрий Рогозин подчеркивает Что Севастополь является родным домом для российского Черноморского флота Таким образом, он прокомментировал сообщение о том Что экс-президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко Призвали разорвать Харьковские соглашения о базировании российского флота в Крыму Черноморский флот не бомж Севастополь его родной дом А вы займитесь внуками Написал Рогозин Ситуация на Украине консолидирует все российское общество Так считает председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям соотечественниками Леонид Слуцкий Все однозначно выступают за то, чтобы защитить наших на Украине За то, чтобы не допустить вытеснения русского языка и русских за территорию Украины Заявил он журналистам Слуцкий добавил, что эту цивилизационную схватку с Западом Россия проиграть не имеет права Это также большой фактор для укрепления авторитета России Заключил руководитель комитета Количество пострадавших в столкновениях в Харькове возросло За медицинской помощью обратилось 111 человек Напомним, длившееся почти неделю политическое противостояние в Харькове В минувшую субботу достигло своего апогея и привело к резкому обострению обстановки Заявленный как мирный митинг по защите города Собравший от 10 до 15 тысяч участников перерос в кровавые столкновения Стычки завязались между боевиками правого сектора и митингующими Вначале с обеих сторон летели камни и палки А после этого стали слышны выстрелы, в том числе и автоматные В помещении прогремели взрывы Радикалов, попытавшихся выбежать из здания, на улице ловили митингующие Многих выводили из здания и вели в центр площади на Народный суд Милиции с трудом удавалось остановить расправы Одновременно стали формироваться народные дружины жителей Харькова, которые решили патрулировать город К вечеру ситуация почти полностью стабилизировалась Вместе с тем многие опасаются, что в Харьков могут приехать радикалы из других городов Украины В частности, мэр Геннадий Кернис также подтвердил, что есть информация об автобусах с экстремистами Одновременно он потребовал от правоохранительных органов сделать все возможное, чтобы не допустить бандеровцев в город Сейчас здание администрации полностью контролируется силами правопорядка Перед входом находятся около 20 милиционеров в касках и с щитами Непосредственно в здании работают 100 милиционеров Еще 50 человек в штатском, среди них есть и сотрудники администрации Ситуация на пограничных пунктах пропуска российско-украинской границы спокойная Все транспортные средства следуют без задержек Об этом сообщает Центральное таможенное управление За минувшие сутки через пункты пропуска прошло 150 грузовых машин и 66 легковых Эти цифры в целом характерны для загрузки пунктов пропуска в выходные дни, отметили в управлении Наибольший поток отмечен в пункте пропуска Трейбортное-Бачевск, который находится на трассе Москва-Киев в Брянской области Там границу в обоих направлениях пересекли 120 грузовиков и 30 легковых машин В то же время через крупнейший в Европе пункт пропуска Нехатеевка в Белгородской области За минувшие сутки не проследовал ни один грузовик Таможенный контроль прошли только 15 легковых машин с пассажирами, которые въехали в Россию из Украины Спокойная обстановка и в пунктах пропуска, расположенных в Курской и Воронежской областях Совет Федерации обратится к региональным законодательным собраниям с просьбой оказать экономическую помощь Крыму Соответствующей инициативой выступил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Владимир Петров На внеочередном заседании Верхней Палаты, где рассматривалось обращение президента РФ О возможности использования войск России на Украине до нормализации там обстановки По мнению сенатора, оказать такую помощь возможно за счет привлечения вне бюджетных средств По его расчетам, если взять 0,1% от бюджетов всех российских регионов, то крымчане решат свои первоочередные задачи Петров обратил внимание, что это законно и подобные решения принимались в 90-е годы Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложение и попросила Комитет по бюджету его рассмотреть и подготовить соответствующее решение У Севастопольской самообороны появился штаб 1 марта заработал координационный центр, в чьи функции входит взаимодействие и сообщение между частями и подразделениями сил обороны В штабе налажена круглосуточная работа системы оповещения и передачи данных А также организована горячая линия, по которой горожане могут предупредить об опасности Штаб Комитета Севастопольской обороны курирует подразделения общественных формирований, контрольно-пропускные пункты и патрули по городу Вся оперативная информация поступает в штаб, здесь же принимаются решения в отношении той или иной ситуации По решению координационного совета начальником центра назначен полковник запаса Олег Красляков Мы координируем деятельность многих структур, и силовых структур, и общественных организаций, которые вместе взялись сейчас защищать законность и порядок в нашем городе Чтобы обеспечить горожан своевременной информацией, координационный штаб ведет свою интернет-страничку infobarona.org На сайте можно узнать оперативную сводку новостей, а также о том, какая помощь требуется отрядам самообороны Наш штаб нуждается в помощи севастопольцев, горожан, неравнодушных людей В данный момент, например, мы принимаем делегацию казачества российского, размещаем их по домам, по пансионатам Критически не хватает постельного белья, туалетных принадлежностей, самых простых вещей Если севастопольцы помогут с этим, будет просто прекрасно В штабе круглосуточно работает телефон горячей линии Перед тем, как позвонить, жители Севастополя просят проверять информацию Так как ложный сигнал может сильно навредить делу Люди валятся с ног Очень огромный поток информации Дезинформация сейчас опаснее, чем Фактически это опаснее, чем какое-то происшествие Потому что получается, что благодаря дезинформациям Наши группы растаскиваются в разные стороны И потом происходят провокации Наподобие той, которая произошла вчера ночью в Укртелекоме В штабе самообороны также ведётся учёт новобранцев Их регистрируют и закрепляют за руководителями Узнать о требованиях можно на страничке штаба обороны Здание координационного центра находится по адресу Улица Советская, 65, напротив входа в Индустриально-педагогический колледж Бывшее Гагаринское училище В районах Севастополя также открылись пункты записи в отряды самообороны Списки добровольцев составляют в Гагаринской районной администрации В кабинете номер 127 на первом этаже Для жителей Ленинского района пункт записи открыт по адресу Улица Большая Морская, 16 В Нахимовской районной администрации в холле здания Также можно вступить в ряды самообороны Я сама пришла записаться вместе со своей семьей Потому что в стране оставаться совершенно невозможно Здесь нужно принимать свою четкую гражданскую позицию Что мы хотим и что мы будем дальше делать Отсюда вывод Если нужен, значит иди и записывайся Становись в ряды, вместе мы что-то сможем сделать Иван Клепачев, Дмитрий Фомин, Александр Листопад, Севенформбюро Для поддержки активистов на блокпостах при въезде в Севастополь Необходимы продукты и вещи Об этом передает штаб обороны Севастополя Помощь собирают на площади Суворова За памятником Александру Васильевичу Суворову Контактные телефоны 099 904 11 12 Обращаться к Евгению Балашову В перечень необходимых продуктов Входят различные консервы, минеральная вода, чай, кофе Среди вещей, в которых нуждаются активисты Талоны на бензин, бумажные полотенца, дождевики, бушлаты, теплые носки и обувь, сигареты, а также фонари и батарейки К этому часу все Плановые выпуски Севенформбюро Воскресенье смотрите в 17.30, в 19.00, в 21.30, в 2.00, в 2.00 ночи Телефон редакции 59-00-62 В течение дня возможны экстренные включения и изменения в текущей программе передач Ждите новостей Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok